Дружба между Азербайджаном и Белоруссией – образец отношений между мусульманским и христианским государством. Так охарактеризовал отношения между двумя странами президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ, отвечая на вопрос азербайджанского информационного агентства «Тренд». Что касается дипломатии, политики и прочих вопросов, поддержки друг друга в международных организациях, в общем политика, вот этот слой, у нас нет никаких проблем, никаких. Один звонок Ильхама мне или мой звонок ему, все вопросы решаются. Это вот к слову личных отношений между руководителями государств и как они влияют на межгосударственные отношения. Вот эти личные отношения помогли мне выстроить отношения с Азербайджаном, эти личные отношения основаны на моих добрых, дружеских отношениях с его отцом. Я пришел еще сопливым президентом, он маститый, матерый. Я когда-то лекции читал, его в пример проводил. Это был самый честный, так позиционировали тогда один из руководителей Советского Союза. В политической плоскости обе страны также исходят из схожих и совпадающих видений мироустройства, уделяя приоритетное значение обеспечению верховенства международного права и законности. Отмечаемая в ходе политических контактов взаимная поддержка Азербайджана и Беларуси, оказываемая ими друг другу на обоюдной основе в рамках ООН, ОБСЕ, Совета Европы и других международных организаций, является наглядным показателем близости подходов двух стран. Мы были под санкциями. Он везде не молчал, он защищал Беларусь. Вот у нас такие отношения по дипломатическим, политическим вопросам, что касается экономики. Ну, жаль, конечно, мы не можем нефть покупать в Азербайджане, нет такой логистики, допустим, как в России, это дороже, но у Азербайджана есть чем с нами торговать. Азербайджан – это очень богатая страна. Мы создаем у вас совместное производство по автомобилестроению, помогаем вам в нефтехимии, нефтепереработке. Все это у нас есть в Беларуси. Технологии, по ВПК мы сотрудничаем, хоть нас и критикуют наши близкие союзники Армении, но тем не менее, вот основа этого создания реального сектора экономики в Азербайджане, в котором мы участвуем и передаем, как своим друзьям, те технологии, которых вы нуждаетесь. Президент Беларуси также напомнил о вкладе азербайджанских нефтяников в победу над фашизмом во Второй мировой войне. Азербайджан на гора выдавал всегда то, что нужно было союзу – нефть. За эту нефть еще в годы войны шла борьба и сталинградское направление. Интерес у Гитлера был именно нефть бакинская. Взаимное стремление к расширению и углублению сотрудничества зиждется на общности стратегического видения глав государств и высшего руководства обеих стран, последовательно проводящих курс всестороннего национального развития. Азербайджан и Беларусь реализуют модель роста, основанного на эффективном использовании богатого внутреннего потенциала и извлечении максимальных выгод из международного сотрудничества. Баку и Минск рассматривают развитие внешней торговли, товарооборота и промышленной кооперации как действенный механизм укрепления и модернизации национальных экономик. Ильнара Мамедова, CBC.